В чем заключается наше восхождение культуры христианства? Спасибо. В чем я усматриваю, в чем я вижу насаждение культуры? Во-первых, очень часто можно услышать, что проповедуют не Христа, а христианство. Вот прямо используют это слово. Во-вторых, одежда, питание, режим, как свадьбу сыграть. То есть не хупа, а арочка. И вроде как мелочи, но не хочется. Может быть. Я же, поймите, я честно говорю, что во-первых, я озвучиваю субъективную позицию. Другое дело, что ее кто-то разделяет, кто-то нет. Каждый имеет право на свое мнение. Мы же в свободной стране живем. Поэтому в литургии, то есть человек понимает, что именно так должно выглядеть богослужение. И сегодня я вам скажу, в Израиле очень многие общины, еврикоговорящие, которые просто вот там все израильтяне. Сама форма богослужения, все выглядит абсолютно как протестантская церковь и теология такая же. Я не говорю, что это плохо. Но мы хотим, вот в нашей общине, да, мы хотим быть теми, кем мы родились. Поэтому мы делаем все вот как здесь. У нас, правда, нет арон-кодыша. Слава Богу, что в этой общине есть. У нас есть свиток. Каждый шаббат мы его открываем, читаем из свитка. Парашат шавуа есть. Литургию мы строим, как в синагоге. Так мы хотим. Те, кто приходят, благословляются. Еще вопросы есть? Пожалуйста. Вы считаете, что правильно спазывать все, что написано в Танахте, все законы, все эти. Вот, например, вы говорили про Песах, кто хочет кушать хлеб, как его называют, и кто хочет кушать Мацап. Ну, в то же написано, кто кушает хлеб в Танахте, а он смеет, как бы он умрет смерти. Во-первых, да, спасибо за вопрос, что, если я правильно понял, да, что, как я считаю, нужно ли соблюдать все, что в то же написано. Во-первых, я не говорил, что хочет, кто хочет кушать хлеб, пусть есть хлеб. Он, если это делает, это уже человек не понимает самому Песах. Песах, он же для всех одинаковый. Понимаете? В Песах однозначно надо кушать Мацап. Тут вопросов даже не должно быть. Это для евреев. Для всех. Песах-то для всех одинаковый. Тут уже написано, что Пасха может кушать только евреев. Нет, там написано, кто хочет кушать, тот должен обрезаться. Да. Но поскольку сегодня мы делаем текис пасхальный, а не Песах оригинальный. Почему? Потому что нет храма и негде зарезать этого жертвенное животное. Поэтому мы делаем текис, церемонию пасхальную. Все равно я считаю, что она должна быть выдержана в Танахическом русле. Но при этом ее может кушать любой человек. Более того, в Новом Завете написано, язычнику не нужно обрезаться. Вот как он пришел, он так и должен и верить. Есть ограничения, но обрезаться ему не надо. Поэтому он может участвовать в пасхальной трапезе. Не получается, что некоторые вещи мы не даст, а некоторые не как. Нет. Где это граница? Спасибо. Где граница? Отвечаю на вопрос. Я думаю, что для еврея надо исполнять то, что написано в Торе. Тот, который по маме и по папе. И по маме, или по маме, или по папе. А по духу? Сейчас, те, кто по духу, сейчас мы перейдем. Сначала по плоти. Вопрос по маме и по папе, это, ну как вам сказать? В Советском Союзе мы по папе все были евреи. А сюда приехали тут по маме евреи. Я иногда шучу, что для того, чтобы стать русским, надо было приехать в Израиль. По-другому никак не станешь русским. Вот. Ну, мы жили как евреи. А что говорит Ирина Танак? Сейчас. Танак говорит, что еврея должен выполнять митцвот, должен выполнять заповеди. Если он уверовал в Иисуса, нигде же не написано, что для него отменяются теперь эти митцвот и эти заповеди. Теперь. Обычно людей пугают, так называемым Тарьяном, 613 заповедей. Это ж... И меня пугали, когда я учился. Еврея, он не может просто исполнить все 613. Почему? Потому что эти заповеди охватывают всех беременных. Ты же не можешь быть беременным, и я не могу. Мы уже эту заповедь не можем выполнить. Понимаешь? Женатых, неженатых, разведенных, детей, взрослых, мужчин, женщин. Женщин во время определенное, каждый месяц тоже. И так далее. Поэтому. А есть заповеди, которые ты только раз в жизни можешь выполнить. Такая, как обрезание, например. Ты же не можешь обрезаться? Систематически. Один раз обрезали, и все. Заповедь исполнил. Раз и навсегда. И поэтому, в принципе, среднестатистическому еврею, такому вот, как, ну, скажем так, как Павел о себе пишет, что, исходя из иудейской традиции, он абсолютный цадик. И, кстати, есть расхожее понимание, что невозможно быть абсолютно праведным человеком. Новый Завет опровергает эту теорию, которую придумали люди. Я сейчас прочту этот стих. Если забуду, напомните. Поэтому еврею, или еврейской женщине, ей вообще там две заповеди надо. Отделять хаву и волосы покрывать. Там все просто. Для мужчин чуть сложнее. Ну, и понятно там, соблюдать определенные предписания. Гигиенические, аллогические. Поэтому еврею, ну, 70 заповедей, 75. Вот так. Ты больше не можешь исполнить. Просто потому, что ты другого пола, или ты в таком возрасте, или ты не женатый. Если ты не женатый, как ты исполнишь заповедь для женатого? Вопрос. Ну, никак. И так далее. Поэтому не все так страшно, как кажется. Теперь. Это для тех, кто евреи по плоти и по духу. Для тех, которые только по духу. Дети Авраама. Так называемые. Так. Это духовное наследие Авраама. Эти люди вступили не в Синайский завет с Богом. А в завет Авраама. Разница в том, что Синайский завет, он двухсторонний. Бог со своей стороны пообещал что-то. А евреи пообещали тоже. На Севен и Шма, они сказали. И они стояли в долине. На горе Гевалы, на горе Герозина стояло по шесть. Коганим по шесть священников. Одни произнесли благословение. И все сказали, ален, согласны. Другие произнесли проклятие. И все сказали, да. Поэтому. И евреям поэтому и надо выполнять все заповеди. Потому что, если ты еврей, ты там тоже стоял. Хотя вроде нет, но да. Как ты там был? В числах своих прародителей. В виде семени. Эту идею, она же используется, да. Вот. Когда говорится, что и левий дал десятину. Бобу. Когда находился в числах Авраам. Помните, да? А как это левий дал десятину. А вот так. Авраам дал десятину Мелхиседеку. У Авраама родился Ицхак. У Ицхака родился Иаков. Я сейчас перечисляю только продолжение духовного линии. У Иакова родилась уже Левий. Авраам четвертый вот здесь. То Левий тоже дал десятину. Хотя он был, Левий по факту был в числах. Да. В семерных железах. Как семя. У Иакова. Но Иаков тоже был в свою очередь там, у Ицхака. А Ицхак у Авраама. Поэтому Левий дал десятину. Это же самый принцип. Он, кстати, вот этот принцип сейчас, который я вам озвучу. Он находится, его маймонит. Определил. Это шло шестра медот. Потом их расширили до тридцати одного, по-моему. Это тринадцать основных правил толкования текстов Писания. Можно сказать, что это Кляль у Фрак или Фрак у Кляль. То есть от общего к частному или от частного к общему. То есть если с Левием и Авраамом работала, то значит и мы с тобой стояли у горы Синай. И там за нас было принято решение, что нам надо это соблюдать. Они сказали, мы и дети наши. Хочешь ты, не хочешь, за нас сделали выбор наши родители. Язычники там не стояли. Правильно? Поэтому им не нужно выполнять все эти заповеди. Сейчас. Я же отвечаю на вопрос. Я хочу широко ответить на него наиболее целостно. И на этом мы с тобой заканчиваем. У нас дискуссия пошла. А мне надо материал покрыть. Так вот. Когда язычники там не были. Они не вступили в завет Синайский. Но Аврааму Бог сказал, в тебе благословятся все племена земные. Завет Авраама, он сильнее, чем завет Синайский. Потому что под Синайским заветом две подписи стоят. Бог и еврейский народ. А в завете Авраама только Бог пообещал. Авраам мне вообще не давал никаких обязательств и обещаний. Бог ему пообещал. Бог всегда выполняет свое слово. Поэтому язычникам на самом деле гораздо проще. У них просто вообще позиция вот такая удобная и классная. И нельзя блудить, там воровать. То есть 10 заповедей. Кстати, это не 10 заповедей. Это Асара Диброт на иврите. Дибра – это речение Божие. А заповедь – это Митсва. Поэтому вообще вот в Танахе же есть градация. Митсвот, Хукин, Мишпадим и Диброт. Это весовые категории тут отличаются. И вот 10 речений Божьих – это не 10 заповедей. Это Асара Диброт. Они работают для всех. И для язычников, и для евреев. Одинаково. Но они, 10, сформулированы в двух. На которых зиждется весь Танахе, все пророки, все писания. Матфея 22 глава, 37-39 стих. Когда Ешела спросили, какая наибольшая заповедь, он сказал. Первое – возлюби Господа, Бога Твоего, всем сердцем Твоим, всем душой Твоим и всем разумением Твоим. Помарку всеми силами. И второе, подобное первое – возлюби Ближнего Твоего, как самого себя. А дальше написано, на этих двух заповедях сиждется, то есть, как на фундаменте стоит, весь закон и все пророки. Получается, хотя эти две заповеди, их только две, не 613, они маленькие. Они являются фундаментом. Знаете, что такое фундамент? Так вот, земля, тут, могут еще сваи быть. Ну, как камень. Вот это две заповеди. На этих двух – 10. На этих десеки – 613. 613. И здесь уже дальше. Все. И здесь Брит Хадаша. Вот так. Хотя, казалось бы, здесь объем уже больше, чем там. Больше. Но раз, еще говорит, на этих двух заповедях, как на фундаменте все стоит. Что стоит? Все писания и все пророки. Да? Фундамент, он, конечно, может быть в одну линию. Можно нарисовать и по-другому это. Вот так можно нарисовать. Ну, дом, как стоит? Правильно? И так, то же самое здесь. Будет 10, 613. Дальше здесь. Танах. И тут Новый Завет. Брит Хадаша. Можно так? Пожалуйста. Но две эти заповеди, они в основании находятся. И они сформулированы. Второй. Первая. Шма Исраэль Адуна Илогену Адуна Иха. Ви Агавта это Адуна Илогеха. Вихоль Леваха у Вихоль Навшиха у Вихоль Меодеха. А вторая написана. Ви Агавта Реха Камоха. Люби ближнего, как себя самому. В прошедшем времени. Ви Агавта Реха Камоха. Это две заповеди. Они тоже взяты из Танаха. Понимаете? Но они находятся в основании. И поэтому язычники, они тоже вот здесь. Они в основании. Они вот в этих двух заповедях. у евреев пятый термин Субахт. Поэтому я вам так скажу. Исполнять, ну вот стремиться нужно. Я думаю, это хорошо. Мы сейчас будем с вами вот говорить. Завтра потом еще последствия этого всего. Дело в том, что я не знаю, как другие. Я закон, он для меня просто банка с медом. Понимаете? С орехами, с медом. Закон. Тут наслаждаясь я просто, когда я его читаю. Там же все ответы на любые вопросы. Более того, чего его бояться? Я же его не нарушаю. Боится кто? Преступник. Так или нет? Кто боится уголовного кодекса? И знает его хорошо, ладно? Не простой обыватель. А тот, кто ведет преступный образ жизни. А те, кто сидели там, основные статьи даже знают, за что садят. Дорогие друзья, шалом. Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте Oasis Media. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам о вашей вере, чтобы становиться и возрастать и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью и лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны, и вы все-таки захотите пожертвовать два, пять, три доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с еврита, давать вам видеть большее количество учений, и я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку Донейт, пожертвовать, и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal систему сделать небольшое пожертвование, это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Оазис Медиа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok